Всем привет! Сегодня мы поговорим о таком человеке, который имеет подозрительное сходство с брокером Лёхой, персонажем романа Метро 2033. Ну, кто читал, тот знает. Поскольку на виске Алёши можно заметить терновый венец, а на груди у Звонарёва Иисуса Христа, как и Алёша, его княжная тёзка, также служил в Ордене. Кстати, существует предположение, что это один и тот же человек, да. Но это так, видение, а мы начинаем. Алёша присоединился к спартанцам в поисках новых приключений, отслужив несколько лет в Рейнджерах Полиса. Он опытный разведчик, а также эксперт Ордена по выживанию в развалинах Москвы. Алексей в восторге от всего путешествия на Авроре и считает, что это огромное приключение идеально для него подходит. Вместе с Идиотом, Князем и Дамиром Алёша спасает Артёма от стаи стражей после неудачного возвращения последнего с поверхности, а затем доставляет в лазарет, где переливает свою кровь. Выйдя из лазарета, Артём встречает и других хорошо знакомых спартанцев, включая вышеупомянутых спасителей. Они приветствуют брата по оружию в дружеской обстановке и решают отметить его выздоровление. Проходит неделя. Алёша присоединяется к Мельнику и отправляется в район Южного Бутова для поиска Анны и Артёма. Выясняется, что они при помощи машиниста по имени Ермак, кстати, по нему видосик я уже сделал, временно вывели из строя станцию подавления сигналов и захватили паровоз Ганзы. Мельник, понимая, что подобный проступок никогда не простят и их расстреляют как предателей, решает спасти свою дочь и Артёма от расправы со стороны невидимых наблюдателей. Алексей впутывается в дело и вместе с остальными немедленно уезжает прочь на этом самом паровозе. В августе, когда экипаж решает, кто же будет сопровождать Артёма на миссию по разведке долины в Боробе, Алёша добровольно вызывается в напарники протагонисту. «Я! Я долину проверять на наличие врагов! Пожалуйста!» За неимением лучших вариантов, отряд соглашается с кандидатурой, хотя Анна и отшучивается, что он, скорее всего, хочет проверить долину на наличие там местных амазонок, чем врагов. Дальнейшая судьба Алёши зависит от действия Артёма в долине. Если он не будет стрелять по безоружным членам детей леса, будет действовать хотя бы скрытно в борьбе против них, то Ольга убедит своих соратников не стрелять по спартанцам, а также признается Алёше в любви. В ином случае, Ольга будет зла и обижена на Алёшу, а во время побега из долины один из бойцов и вовсе тяжело ранит его стрелой. Тогда Алёша останется коллегой до конца путешествия, из-за чего не сможет поделиться кровью с Артёмом в финале игры. По прибытии в Новосибирск Алёше вместе с ТТшником остаётся сторожить Аврору, пока остальные спартанцы выполняют свои задачи в городе. И, кстати, когда Сэм отправлялся во Владивосток, Алёша провожал его. Да, это важно отметить. Алёша – истинная душа компании. Записной данжуан из-за всегда ты самых злачных заведений на Цветном бульваре и театре, и наш главный инструктор по выживанию на поверхности. Он способен на глазок определить, простоит ли какая-нибудь руина ещё несколько лет, или готова обрушиться тебе на голову от малейшего прикосновения, что не раз выручало его в Москве. Алёша – единственный из всего экипажа, похоже, воспринимает наше вынужденное путешествие как увлекательное приключение, очевидно, предвкушая новые знакомства, в основном, конечно, с представителями прекрасного пола. И вот, в речной долине, где экипаж надеялся обосноваться, и где мы с ним утопили резину креста и сами чуть не погибли, Алёша встретил любовь всей жизни, как сам он утверждает. Встретил и тут же покинул он, как настоящий друг не мог бросить нас, а мы должны спешить в Новосибирск. Впрочем, я уверен, он вернётся к своей Ольге, Алёша слишком ненавидит расставание, чтобы не вернуться.